Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Наступившего утра, рада вас опять снова видеть, потому что у нас всегда так позитивно проходят разговоры, очень полезно, приятно, познавательно Мне кажется, можно прям совсем, как родные друг другу люди Да, да, да Да, давайте не будем расставаться уже, пожалуйста Ну да не будем, а почему не? Давайте забабахнем все утро Слушай, поскольку мы тебя видели в последний раз в прошлом году, только позволь поздравить тебя уже с наступившим 2018 Вас также И, конечно, мы хотим прямо сейчас тебя спросить именно об этом Как ты отметила, как встретила, работала ли, отдыхала ли, что удалось сделать и так далее и прочее Именно, как раз на Новый год я как-то привыкла больше работать, поэтому этот Новый год я встречала на сцене, а после уже встречала его с друзьями Я позитивно отношусь к таким праздникам, потому что именно в этот день я могу подарить больше своего какого-то тепла и хорошего настроения То есть я в данный момент выступаю на Новый год, потому что это уже такая хорошая, добрая, полезная привычка Слушай, ну вот полезная привычка, а вот когда 12 куранты били, у тебя был такой момент, что ты бегала с фужером, что нужно было налить, сжечь, растолочь, выпить, загадать желание И все это нужно было за 12 секунд Ну и знаете, только в этом году я узнала вот об этой традиции Серьезно? Я видела в одном из фильмов, в елках, я видела, как это происходит, но я об этом не знала То есть как-то, возможно, просто долго находясь в Украине, там тоже мероприятия часто были, Новый год там встречала Этого я не видела А прежде всего я увидела, я подумала, почему я должна есть бумагу Это очень невкусно, мне вот, кстати, на этот Новый год заставили Мне невкусно меня заставили съесть Причем там стояла свечка, я очень долго пыталась на вилочке эту бумажку запалить, чтобы она полностью сгорела Как-то я бросила это все в фужер, и все было успешно Но как-то больше пришлось жевать бумагу Слушай, скажи, пожалуйста, интересно, знаешь, у нас есть полторы минуточки Нет, мне очень интересно, сбудется или нет, зря ты жевала бумагу Действительно В следующий раз ты расскажешь нам об этом Обязательно Спустя год, наверное, когда можно будет итоги подводить Я прям буду молиться Слушай, многие люди говорят, что вот, когда я был ребенком, когда я был совсем маленьким Была вот эта вот магия, волшебство Нового года А сейчас я стал уже, ну, более-менее, там, кто-то больше, кто-то меньше уже Будем взрослым человеком И как-то Новый год уже такой рядовой праздник, и я не ощущаю ничего волшебного совершенно У тебя сохранилось вот это вот чувство из детства? Я не теряю веру в сказку и в какое-то волшебство этой ночи Потому что, во-первых, чаще всего именно только в этот день, в эту ночь Ты после мероприятия, после концерта можешь увидеть со своими близкими, которых долго не видишь Поэтому это уже сказочно, это уже восхитительно, это уже практически необычно И, ну, конечно же, это не так, как в детстве В детстве, когда ты молился на все праздники, на свой день рождения, там, на родителей, на брата, на всего окружения Как же это было восхитительно А теперь я понимаю, что это еще один год Еще один год? Да ладно прям, еще один год, кто их считает? Мне кажется, надо... Мне надо с позитивной точки зрения подходить Еще один год, в который удалось сделать вот это, добиться вот этого, сделать еще несколько шагов А мне, знаете, кажется, что вот мы сейчас ненадолго прервемся, а потом мы выйдем и посвятим следующий выход, знаешь, чему? Во-первых, подведем итоги ушедшего года, да, чего удалось добиться А во-вторых, если ты посвятишь нас свои секретные планы Что ты написала вот на бумажечке планы на 2018 год? Что ты для себя планируешь в конце этого года очистить? Очень, очень Об этом можно рассказать вообще, нет? Я думаю, что, в принципе, не особо хорошо говорить о них А давайте вот потом продолжим, сейчас прижим Как хорошо, товарищи, рядом, рядом у нас все, и красота, и талант, и обвыражительность Так, Алин, мы тебя неспроста не захваливаем Мы все-таки надеемся, что ты нам какие-то обрятные тайны Валерий все хочет выманить, понимаешь, что эти секреты новогодние Даши обвязала на бумажечки Касательно предыдущего года мы сделали клубную программу Это плюс Я отснялась в двух картинах Которые вскоре Одна уже появилась Собственно говоря, на экране И вторая скоро выйдет обязательно Но ты название-то говоришь А мы можем говорить или все это пока секрет? Да, это спецы и перепутанные Спецы-детектив, где я играю убийцу Я расколола все, в принципе, моменты Это детектив Нормально, никто не слышал Но это очень-очень круто И я почувствовала себя в каком-то абсолютно другом амплуа Не совсем как-то в своих движениях Не в себе я себя почувствовала Это полный метр, да? Нет, это 16-серийный сериал А, это сериал, да? 16-серийный сериал Масло масляное В общем, очень круто Замечательные люди, актеры Хороший сюжет Который понравится Потому что он считается одной из лучших новинок Еще, что такого интересного было Мы выпустили три песни И у нас полностью готов альбом Который выйдет ближе Чуть-чуть позже 14 февраля Но все равно такой сюрприз для влюбленных Да, это будет альбом Хочу я баса Танцевальный Ты правильно расставляешь акцентов В словах, мне кажется Вот эти паузы, они очень важны Если кто-то что-то не воспримет или чего То я говорю именно о низких частотах В звука О которых, собственно говоря, я пою Именно о них Так, ну хорошо Вот раз ты начала про альбом Давай про него подробнее То есть сколько там будет песен Как долго ты его собирала Что ты вложила, какую идею Ну я так понимаю, клубный формат Слушай, а вы кто удачный? Извините, что перебила А вы кто удачный? Смотри, 14 февраля День всех влюбленных Потом 23-е И уже там 8 марта Мне кажется, к 23-ю Я и для мужчин Самое то вообще Альбом для мужчин будет Альбом танцевальный Скорее позитивный, чем негативный Там будет меньше лирики, чем обычно Но к ней в любом случае я вернусь В этом альбоме Это не то, что я говорю Что вот смотрите на меня настоящую Это какая-то часть меня То есть тут я тоже вживаюсь в роль Тут в какой-то степени я тоже актриса Потому что, ну извините Я в купальнике не хожу в своей жизни И там не пою эту песню Своим друзьям не на сцене То есть нет такого Чтобы я вела себя как-то так вызывающе Мне понравилось То есть я хотела почувствовать себя женственной Как почувствовать себя женственной Как не в наше время в купальнике Не, на что ты правильно говоришь В купальнике в любое время можно почувствовать себя Нет, на самом деле я очень сдержанный человек У меня немножко другое было воспитание Поэтому я привыкла в нежных платьицах быть Такой всей Ну то есть барьер какой-то был Да, а тут просто переступая через себя В собаке там определенная идея была В алкоголе, в клипе алкоголь В алкоголе Тоже юмор был, определенная идея, мысль Которая бы заставила людей задуматься В басе я тоже попробовала что-то новое Потому что повторений у нас не будет Воспоминать уже и последняя ночь Это просто лирика опять же Она тоже будет присутствовать в альбоме Но не такая кардинальная, чтобы прям до слез И люди засыпали в зале Алиночка, давай прервемся ненадолго сейчас Мы, кстати, друзья, у нас впереди Нет, не большой Большой сюрприз у нас Большой сюрприз Примерно в середине этого часа Алина Гросс у нас в гостях Скоро продолжим Вернемся к вам Это страна FM Ну вот любовью все пронизано у нас сегодня Все песни о любви Все песни о красоте Все эти песни мы посвящаем, конечно же, нашей гости Алине Гроссу Спасибо большое Слушай, так хорошо ты начала рассказывать Что у вас, значит, уходящий год Он был чреват вот этим, вот этим, вот этим Вот новый альбом выходит Если выходит новый альбом, значит, совсем скоро будет и новый клип сниматься Безусловно И новая песня, точнее, выйдет сначала новый сингл И за ним последует альбом Это вот прям меня уже рвет И давненько не выпускала песни То есть это прошло месяца три-четыре А для меня это очень долго То есть обычно мы выпускаем там раз в два Раз в месяц песню И как-то оно так заходит с позитивом, на веселе Потому что это танцевальная музыка, которую нужно постоянно напоминать Она не настолько долговечная, долгоиграющая Потому что если ты пишешь лирику Ты понимаешь, что люди там будут в час грусти ее слушать А на тусовках часто песни меняются Поэтому нужно для таких мероприятий, для клубов делать постоянно новинки Ну вот ты сказал, что у тебя в каждом клипе ты пробовала что-то новое Да, была какая-то идея А здесь в какой роли ты себя попробуешь? А здесь пока я говорить не могу Потому что мы его и даже не начали снимать Вот когда уже будет все прям хорошо сготовлено Потому что этого еще не произошло А касательно планов говорят, что о планах не нужно говорить Не потому что кто-то сглазит или что-то не произойдет А потому что, когда мы о них говорим Мы воспринимаем это как что-то сбывшееся И перестаем так стараться То есть мы уже становимся более спокойными Психологи так утверждают Оказывается Да, вот почему я не хожу на спор Слушай, а вот когда ты ставишь цели какие-то У тебя громадное количество Мы-то знаем, насколько ты энергетический человек И к этому подходишь как бы по-научному Афирмации всякие записывать там цели Представлять себя Да, представлять себя как будто бы это уже со мной произошло Нет, не настолько Я считаю, что, конечно, если люди это делают Значит, у них очень крепкие стержни Они это как-то могут себе воплотить, вообразить Но я очень приземленный в этом плане человек Я поставила себе цель Я записала в блокноте Пошла и сделала А вот это что-то там сидеть И в кровати И думать Держаться якобы за руль машины И думать, что у меня есть машина Слушай, а правда же, на самом деле И все остальное На самом деле ключевые слова Пошла, сделала Да Можно отписаться, да? Сколько угодно обставить с этих целей Но ничего не делать Ну, я так считаю То есть, конечно, эти тренинги Для психологии И даже книга «Секрет», в которой об этом все рассказывается Которую прочла я уже сто лет назад Мне лет двенадцать, наверное, было Но я это, с одной стороны, поддерживаю Для тех, кто прям верит в это И кто там, не знаю, следует за этой теорией А для меня лично проще вот так вот Почему-то Ну и помолиться Ну, то есть, ты человек Это все равно Слушай, ну, ладно, мы поняли, что ты Секреты так не так У меня сейчас было ощущение, что я с бизнес-коучем Какой кошмар Слушай, а у тебя нет тренинг не вести? Тренером, не дай бог На самом деле, я лично Как-то вот не бывала никогда на тренингах Я к ним тоже с позитивом отношусь Но сама их не особо понимаю То есть, ходить там на сценическую речь На риторику речи Кстати, меня отправили в 12 лет Случайно на риторику речи Объясняя, каким образом Не прочли первое слово Увидели только речи И думали, что это сценречь Сценическая речь И родители меня туда отправили Я пришла, увидела, что там Мне рассказ, как правильно общаться И то остальное Я сказала, что мне все устраивает Родители, наверное, думали, что я еще года два Ходила на сценическую речь И я занималась риторикой Мне это просто очень понравилось В общем, в этом плане Если это что-то, что тебя учит И помогает действовать Это хорошо А если это просто для морального успокоения Что вот, я сейчас приду Не нужно делать ставки на это Есть какой-то очень забавный анекдот О том, что Мужчина молится Говорит, господи Ну дай мне хотя бы По лотереи выиграть миллион Там один раз попросил второй, третий А Бог смотрит на него И говорит, ты бы хотя бы билет купил Вот именно Вот, потому что невозможно Нужно постоянно действовать Что-то делать А надеяться на случай Это не по мне Слушай, ну ты молодец Вот мне прям твой подход Он нравится Я его всячески Я хочу продолжить это тему На сорок секунд Ответь быстренько, пожалуйста А бывает у Алины Гросс Когда она просыпается И вообще никак Ну я не хочу вылезать из кровати У всех бывают Ты себя как заставляешь? Что ты для этого делаешь? Я понимаю, что нужно Я понимаю, что если Например, это что-то договоренное То есть это какая-то встреча Да даже, я не знаю Поехать укладку сделать Перед мероприятием Если это очень утром Все происходит И мне нужно ехать на утреннике Я все равно поеду Потому что я сказала, что я буду Ну то есть я буду мучиться, ломаться Ехать там, например Или на метро спать Давно такого, конечно, не было Или в машине Но я все равно я встану Потому что Потому что нельзя подводить людей Вот Мы тебе можем только позав... Хотя мы тоже не представляем людей Мы тоже пришли на работу Друзья, скоро вернемся и продолжим Алина Гросс у нас в гостях Утро страны На телерадиоканале Страна ФМ Ну что, мы все ближе и ближе Подходим к тому моменту Когда сюрприз Разразится Для меня особенно, мне кажется Нет, нет, для тебя не сюрприз Ты же морально готова Правда, ты об этом ничего не знала? Ну конечно же нет Я только сейчас услышала И все Слушайте, ну на самом деле Это практически Тоже сюрприз для Алины Потому что сейчас будет чистая Экспром Эмпровизация, да Алина В поддержку своего нового альбома Который так и называется Хочу я баса Сейчас прям в прямом эфире Я старалась Споет Девчонки удивляйте Одноименную песню Ну что, одноименную песню Да что, бросим За утро нас унесет волной Унесет волной Но принесут войной Ты знаешь, что я И ты знаешь, что мы Воплощая мечты Здесь парень Если ты такой же, как и мы Если ты увидел свет луны Что-то просыпается внутри нас Мы сломаем этот звук И поставим нужный бас Ууу! Обычно тут нужно Тут нужно горячее девать вот одна есть уже хорошо девочки хочу я паса хочу я хочу я паса давай алина хочу я хочу паса дай мне тепло я хочу почувствовать тебя ловить в каждую ритм поглощая бит отпусти себя взрывай динамит бас динамит от пыта клуб дымит и ты знаешь что я ты узнал этот ритм воплощая мечты здесь парень если ты такой же как и мы если ты увидел свет луны что-то просыпается внутри ты нас мы сломаем этот звук и поставим нужный бас всем отличного утра ребят чтобы оно так с басом прошло круто эмоционально и на позитиве теперь у нас нет выбора уже не только хочу я паса хочу я ха чу я паса хочу я хочу я паса хочу я хочу я паса Мы сломаем этот звук и поставим музыбас Хочу я Хочу я Хочу я баса Хочу я Хочу я Хочу я баса Хочу я Хочу я баса Хочу я баса Хочу я баса Хочу я баса Раскачала, понимаешь? Знаешь, как называется этот вариант пения? Это с устончимым, так-так Не-не-не, я называю это как с пластинки Как с пластинки, да ладно, вам нет Я уже говорила о том, что мне очень нравится Кстати, сейчас мне слушнее, чем перед этим Поэтому я так пела, можно сказать На бум Я пою как-то На студии более субтоном То есть Дай мне любовь Я в этом клубе вновь, там будет жарко всем А когда на сцену выходишь, ты хочешь прям отдаваться людям И начинается такой ор Дай мне любовь Я в этом клубе вновь, там будет жарко всем Жарко прям! И хочешь прям немножко такого соло какого-то, а тут тебе бас И все Да, всякое хорошо Спасибо большое В общем, рвет меня Иногда хочется показать, знаете, когда там обезьяна, ты умная или ты красивая Вот то же самое Ты или поющий, или очень модный Как-то сочетая это, это очень трудно Слушай, ну ты сочетаешь И у тебя это прекрасно получается Спасибо большое Я хочу сказать, друзья, это заглавная песня нового альбома Алины Гроссу Ну будут еще лучше песни Вот так вот То есть лучше, лучше, еще лучше Лучше, лучше В феврале ближе к 14-му, а может быть к 23-му ждать? К 23-му ближе, да А предзаказ есть уже, да? Предзаказа еще нет Мы только буквально два дня назад сделали фотосессию Эту восхитительную, тоже такую же Кстати, про фотосессию тоже подробно расскажешь Да, давайте прервемся и вернемся к вам, друзья, скоро Доброе утро, всем еще раз Телерадиоканал «Страна-ФМ» Валерий Майор, Влад Кутузов и Алина Гросс у нас в гостях Который только что подарил нам музыкальный сюрприз И уже, так сказать, обмолвилась о фотосессии Ну-ка давай рассказывай, в каком стиле, что за волшебная фотосессия предшествует Это вопрос, который мужчина должен задавать Мне тоже интересно Да, недавно я снималась в журнале «Максим» Можно об этом поподробнее чуть-чуть? Это было так же, как и в клипе «Бас», только еще страшнее Потому что в «Басе» там хотя бы еще было много-много девочек Моих балета, которые прям и двигались И все восхитительно было И мне не было так страшно о том, что я вот одна стою в белье Ну не страшнее, а горячее Да, а тут, получается, ты один такой И если бы я понимала, что... Ну, то есть я старалась об этом даже не думать О том, что потом, после этой фотосессии Ее увидят много-много-много людей, купивших «Максим» Или которые зайдут ко мне на страницу Или на страницу «Максим» Или на сайт И я бы не настолько переживала Зачем, я реально не настолько переживала А вот если бы я подумала об этом То я бы, наверное, комплексовала ужасно То есть ты понимаешь, что, о боже, меня увидят во всей красе А я такой стеснительный человек А нормально ли я выгляжу? А там же видео снимают То есть там уже не фотошоп, а просто видео Ну думаю, блин, вроде хожу в зал, должно быть все окей Приходишь на площадку и ты не смотрите, пожалуйста, очистительно А мне типа, блин, что за непрофессионализм А я говорю, ну у меня такое впервые И нормально, короче, к концу съемки все было отлично Мы выбрали хорошие кадры Было первое, наверное, мое такое прям слишком провокационное интервью Где я отвечала на вопросы антифанатов Скажем так, даже хейтеров И даже особенно про клип «Бас» Там очень много разговоров было на эту тему Слушай, интересно просто Мне было с радостью, я прям прокайфовала, потому что иногда Ну лично у себя на странице я там не особо отвечаю на негатив Потому что, ну зачем в своем доме, скажем так Это же мой дом в какой-то степени Инстаграм Я не хочу туда приводить негатив То есть я стараюсь делиться позитивными эмоциями исключительно Поэтому нет такого А там именно на позитиве ответила за все абсолютно Почему именно такое? Почему я в данном альбоме не использовала во всю лирику Или какие-то там песни на две октавы Почему я попробовала себя именно так? И было ли мне хорошо в этот момент? Да, потому что в моем возрасте мне показалось, что я слишком быстро бегу Семимильными шагами к лирике взрослой, практически к эстраде А это пугает Поэтому я решила немножко остановиться И попробовать себя, как актриса, в таком достаточно более легком образе Не особо вдумчивого, наверное, такого человека Я, насколько знаю, не все мужчины любят очень умных женщин Скорее всего, насколько ты умная, насколько тебя начинают потихонечку ненавидеть Поэтому иногда проще быть в моем образе этой блондинки Такой вот, практически помыла с таким вот всем Ну прелесть, понимаете? Так вот, Алиночка, возвращаясь к журналу Его номер уже вышел? Его номер вышел А это в онлайне еще есть, да? И в онлайне есть, и номер вышел И еще что хочу сказать Фотосессия у нас была относительно похожая То есть фотосессия для альбома у нас тоже немножко с вызовом Но не настолько То есть она все равно более молодежная, чем такая эротическая То есть там не эротика, а просто такой молодежный стиль Так я все вопросы хочу задать В инстаграме ты написала, что Ой, там мама с папой теперь не будут со мной разговаривать Как родители-то отреагировали? Нормально, то есть мне перепало от мамы, а маме перепало от папы А, ну в целом потом все решили, что нормально Ну не совсем, потому что у нас в семье все-таки Это как это? Это моя дочь? Папа не поверил Я выставила фотографию в халате Максим там за месяц, наверное, до этого И ему друзья, и как бы папины друзья в интернете В какой-то из статьи нашли, что Алина Гроссу якобы сейчас снимается для Максим Папа посмотрелся и сказал Нет, моя дочь? Никогда Ну и естественно мама такая Да, да, может быть вообще ничего такого А потом когда вот воочию папа увидел это все Точнее мама даже не знала Мама приезжает к отцу А мама была у меня здесь Там какой-то период времени А я же в фотосессии хожу Одна, вторая, кто там поймет, где я была И мама возвращается к отцу Папа такой сидит грустно и показывает фотографии Куда ты ездишь? Куда ты смотрела? Куда ты ездишь? Да, действительно Я отправил тебя туда для того, чтобы вы снимались там голые Это что такое? Ну напрямую он тебе не стал ничего говорить, да? Он передал маме, а мама уже тебе... Мама его очень долго успокаивала Говорила, что такого больше не повторится Это исключительно не для работы, она не такая... Да, я понимаю, что не такая... Почему ради работы она должна это делать? Я понимаю, отец в этом случае прав Но если я в данном случае там занимаюсь спортом и правильным питанием Почему мы не показать это хоть немножечко один раз в жизни? Я вот считаю, если есть что показать, надо показывать Слушайте, а я-то как считаю? А вот Куда вообще говорит тебе большое человеческое спасибо Давайте прервемся, Алина Гросс у нас в гостях, друзья Вернемся через несколько минут Ох, вот эта песня, песня, которая у нас просто вот рвет программу по заявкам Потому что все время ее заказывает и заказывает Ты знаешь, очень любят мужчины эту песню, да? Мужчины, не девчонки Господи, как приятно Я писала ее именно для них вместе с Дмитрием Монатиком Димой Монатиком Она написана года четыре назад Там мысль был, действительно, мне хотелось сказать о том, что я тебя не знаю, но уже ревную И хочу узнать твое имя, и даже не зная твое имя, все равно ревную Потому что ты смотришь на кого-то другого В общем, это о натуре женской, когда она вот увидела, потеряла голову Может даже без причины, просто от вашей харизмы И все, и все, я на ваше навеки теперь А скажи, пожалуйста, эта песня написана на реальных событиях? А тебе? Да, да, да Я именно, я влюбчивый человек очень И я люблю это чувство, потому что оно мне помогает писать То есть, когда у меня все стабильно, ну, без каких-то там эмоциональных спадов и подъемов Кошмар какой-то У меня очень длительное время ничего не появляется Ну, как бы, ну, как месяц для меня не писать, это уже очень долго А так у меня рождаются, если не песня и текст, там, мелодия То стихотворения, которые я тоже очень люблю Потому что стихотворения все-таки не напичканы у меня очень модными словами Они лирические, написанные практически постоянно ямбом И мне оно так прям То есть, когда все в жизни стабильно, ты думаешь, а о чем писать-то? А когда вот тоже, и когда стабильно, хорошо в отношениях тоже не особо пишется А так иногда хочется сказать, брось меня, пожалуйста Да ты что? Хоть немножечко Да ты что? Нет, ну смотри, у тебя же есть еще вот актерская поприща То есть ты же можешь эти эмоции, так сказать, пережить там Я даже могу просто в кино сходить, увидеть там какую-то грустную картину, которая заканчивается удивительно не хэппи-эндом И плачешь И после этого, я все время плачу, я очень чувственный человек, мне заплакать просто И в общем, и после этого я начинаю писать строгательные песни Ну и в позитивных тоже есть свой плюс Их гораздо реже пишешь То есть, о том, как ты кого-то любишь, а не том, как ты кого-то потерял, и как тебе больно, или по барабану, и ты хочешь тусить Вот, ну, как-то к лирике моя душа больше приспособлена, и она тянется к ней Так, слушайте, я все от лирики пытаюсь к фильмам перейти, потому что я знаю, что он раз в детство Слушай, а можно я быстренько спрошу, прям очень быстро? А почему вот многие творческие люди говорят, что на самом деле отрицательные эмоции, ну, вот ты понимаешь, о чем я говорю, да? Они намного сильнее, чем положительные, позитивные Вот для тебя тоже так же, да? Я не согласна, мы просто больше запоминаем, видимо, отрицательное, чем положительное Ну, отрицательное имеется в виду какие-то вот тревожные, волнительные, да, любовь неудачная Соближивание, да Мы просто к позитивному чему-то относимся, как к чему-то должному, что происходит в нашей жизни А к отрицательному это какой кошмар, как это произошло, это что за ужас? А это несправедливо, мне кажется, нужно оценить оба момента в жизни, и позитивный, и негативный Потому что это все опыт, и дай бог, который вам даст что-то в жизни, ну, полезное Ты все-таки подумала над тренингами, что, может быть, тебе надо вести? Нет, нет, ни в коем случае, я могу только поговорить, но я не хочу быть никаким примером Я не нанималась, я не моралист вообще, то есть я же снимаюсь в таких Простите, на кино у вас минутка еще есть? Минутка, так, минутка у нас есть на кино Да, очень круто, потому что уже четвертый год подряд по первому каналу крутят именно на Рождество фильм, где у меня одна из главных ролей, птица в клетке Я там, правда, совсем маленькая, потому что это мой первый фильм Как совсем маленькая? Мне 17 лет, и я там такой хомяк, брюнетчатый И это забавно, то есть я пересматриваю, конечно же, нахожу там миллион ошибок, потому что это первая роль, первый опыт, какой ужас Но со мной снимались такие замечательные актеры, там, Иван Стебунов, Катя Астахова, Александр Давыдов В общем, я счастлива, что я пережила это А 13 января была премьера фильма «Я люблю своего мужа», где у меня тоже одна из главных ролей, тоже по первому каналу Все, обязательно пересмотрите эти фильмы Ну, а у нас 15 секунд Да, Алина Гроссу была у нас в гостях, Алиночка, большое спасибо, мы тебя всегда ждем Спасибо за сегодняшнее утро И обязательно, когда выпустишь альбом, еще раз приходи, а когда снимешь клип, еще раз приходи Всегда И вообще просто приходи жить Все, спасибо большое Хорошего дня, счастливо тебе Всем отличного дня, до свидания Утро страны На телерадиоканале «Страна.Эффект»